Когда в сети появляются слухи о том, что очередную игровую вселенную собираются адаптировать под полнометражный фильм или под сериал, фанаты в страхе скрещивают пальцы. Уж больно часто эта затея заканчивалась крахом, либо из зала выходили разочарованные фанаты из-за несоответствия канону, либо незнакомые с вселенной игровой зрители оставались в расстроенных чувствах от того, что им не дали никакой почвы, никак не погрузили в мир, а фильм был создан только для ярых фанатов. Причем тут Банжи и Дестани 2? Кто-то сказал, что они собираются что-то снимать? Нет, официально нет, пока что не сказали, но можно найти немало сигналов о том, что в эту сторону делаются некоторые шаги. Сегодня предлагаю просто порассуждать об этом, давненько не было у нас таких разговорных видео на несколько отвлеченные темы. Долгое время студия Банжи заявляла, что хочет создать идеальный масштабный сервис внутри игры Дестани 2. Мир динамично развивался, дополнялся сюжетными событиями и лором, но примерно год назад вектор чуть сменился. В пресс-релизах компании все чаще стали упоминаться новые рынки для франшизы Дестани. Люк Смит, долгое время занимавший должность гейм-директора Дестани 2, перешел на новую должность, о чем было рассказано в феврале этого года. Чтобы расширить портфель интеллектуальной собственности Дестани и подарить преданному сообществу игры новые истории и опыт, Марку Ноузворти, вице-президент вселенной Дестани 2, и Люку Смиту, исполнительный креативный директор вселенной Дестани, поручено курировать и готовить расширение вселенной Дестани в дополнительных медиаформатах. Чем же могут оказаться эти новые медиаформаты? Около месяца назад The Game Post обратил внимание на несколько вакансий, открытых в студии Bungie. Среди десятков позиций был, например, указан запрос на старшего исполнительного продюсера направления кино, телевидения и трансмедиа. И тут не может быть никаких двух мнений. Вот что указано в описании вакансии. Находясь в команде с исполнительным креативным директором Дестани Юниверс, очевидно речь про Люка Смита, вы будете развивать проекты, расширяющие франшизу Дестани на новые категории, включая телевидение, фильмы, книги, комиксы и аудиоформаты. Вы будете определять направление сотрудничества с третьими сторонами и партнерами. От вас будет зависеть получение прав на развитие вселенной Дестани в других форматах, которые призваны радовать наших поклонников и завоевывать сердца и умы новой аудитории. Bungie также недавно наняли бывшего руководителя CBS в свой совет директоров. Очевидно, им понадобился крайне опытный сотрудник для грамотного развития стратегии на новых рынках. Памела Кауфман, президент по глобальной потребительской продукции CBS, курирующая лицензирование и продажу продуктов торговых марок-портфеля, включающего Nickelodeon, MTV, Comedy Central, CBS, Showtime и Paramount Pictures, а также права на многие культовые франшизы. Ранее Памела занимала должность президента по глобальной потребительской продукции и директора по маркетингу в компании Nickelodeon. Конечно, мы пока не знаем, как именно планируется развивать новые направления, но список из описания вакансий довольно обширный. Телевидение, фильмы, книги, комиксы, аудиоформаты. Предпринимались ли какие-то шаги к развитию вселенной за пределами игры до этого? Давайте вспомним. Мы видели потрясающие томики с гримуаром, которые не были локализованы с английского ни на один язык, правда. А еще ранее выпускались диджитал-комиксы, рассказывающие отдельные истории в первом году Destiny 2. Но похоже, что теперь планы куда более масштабные, правда? Наиболее реальным вариантом мне видится высокобюджетный сериал в каком-нибудь онлайн-кинотеатре. Как я и сказал в начале видео, если бы несколько лет назад мы говорили об этой новости, то скорее всего в контексте «Ой нет, не делайте этого». Но теперь, когда на Нетфликсе вышел Ведьмак, а HBO прямо сейчас работает над масштабной и дорогущей адаптацией Last of Us, кажется, что выпуск сериала по любимой игре становится, наоборот, желанным развитием событий для фанатов. И многие фандомы думают, блин, вот бы по нашей любимой игре что-нибудь такое сняли. Я лично был бы рад увидеть не столько киноадаптацию с живыми актерами, сколько анимационный сериал с дорогим таким артом и графикой, как, например, хит от Нетфликс «Любовь, смерть и роботы». Кстати, в создании некоторых эпизодов этого шоу принимали участие художники из Банжи, создающие синематики для Дестини. Например, серия «Рука помощи» как раз создана под управлением такой команды. Фанаты в сообществе тоже создают очень крутые работы. Уже были всякие тизеры, короткометражек анимационных про Кейда, разные шоу-рилы от 3D-художников, трейлер к фанатскому концепту по целому сезону, посвященному Сива, опять же. Так что, глядя на это, я бы сказал, что запрос на нечто подобное в сообществе огромен. На презентации «Королевы ведьмы» показали, пожалуй, самый красивый, на мой взгляд, и самый дорогой синематик по Дестини 2. Уровень исполнения запредельный. И я, кстати, бы ожидал представления новой ветви развития вселенной игры именно на такой вот презентации. Но Банжи пока продолжают молчать и сохранять секреты. И всё же уже очевидно, что что-то готовится, и нам остаётся просто терпеливо ждать. Ну а сомнений не остаётся. Напишите в комментариях, что думаете об этом, в каком виде вы бы были рады видеть развитие истории Дестини, и приходите обсудить эту тему на мои стримы на Твич. Я теперь на какое-то время обитаю там тоже. А вот этим ребятам отдельное спасибо за спонсорскую подписку. Вы мне очень помогаете, без шуток. Подробнее о спонсорке можно почитать по ссылке в описании. До связи!